так это у нас subark tr 690 на диагностике слили масло этого как всегда 12 литров такой вот жирный еж жирный еж и смотрите вот металлическое отложение вот металлическое отложение в ребрах смотри вот металл прямо кусочками прямо прямо вот на пальце блестит к это куски металла так subaru tr 190 разобрали коробку так начнем с по всей видимости главные проблемы даже не фетр это нанесут очень много на нем выработки то есть вот эти шумы в начале старта движения на холодную скорее всего были за то что присутствовало масляное голодание не прокачки масла то есть мы делаем вывод что имеется проблема в гидротрансформаторе это вероятно его разрушение следующий момент это у нас состояние приводящих элементов то есть теперь цепь у нас вся съедена вся в задирок на цепи был сломан успокоитель то есть вот здесь это все находится вот она сломана история дома на история вот этой задиры бесследно у нас не проходят у нас они имеются на ведущем или домом конусе они у нас задирах это все под замену естественно наличие стружки говорит о том что у нас присутствует проблема в гидроблоке интересует результат нужно будет его тоже менять нужно будет распиливать гидротрансформатор распиливать гидротрансформатор тоже его ремонтировать естественно все у нас это забито в общем вывод из этого делается однозначно по-хорошему тут вложить капитальный ремонт и забыть об этом еще на пол жизни а это наш subaru t690 вариатор мы здесь перебрали сейчас обкатка вообще в принципе хорошие вариаторы для subaru делает фирма джатка да да вы не ослышались это не субаровский вариатор как все привыкли слышать это реально джатка в принципе и когда автомат коробка она тоже была от джатка предыдущих версий вот в отличие там от gf 16 gf 17 данный гидроблок данный гидроблок не надо прописывать калибровать максимум что нужно делать делать адаптацию но и без адаптации данный вариатор хорошо едет то есть предыстория в этом вариаторе мы принципе заменили все здесь была проблема гидротрансформатор вышел из строя накладка слетела до вышла из строя накладка гидротрансформатора блокировки и конуса фрикционы погорели в принципе вариатор весь вышел из строя заменили в нем абсолютно все остался только редуктор корпус ну и какие-то связующие элементы без которых передаточное число да остальное это гидротрансформатор конуса цель успокоитель гидроблок насос фрикционы это все заменили после этого принципе прекрасно едет автомобиль я сделал адаптацию и вот сейчас обкатка уже 20 километров как проехал в принципе замечательный вариатор фирмы джатка делает для subaru вариаторе да есть свои нюансы есть свои дефекты но могу сказать переносят момент переносят кпд данные вариаторы лучше чем у nissana у рено или у mitsubishi